Тем временем в Северо-Енисейском районе всего один новый заболевший за последние сутки. Напомню, в поселке Вахтовиков на Олимпиадинском горнообогатительном комбинате зафиксировали вспышку коронавируса. Накануне на место отправился губернатор. Итоги визита, как будут помогать тем, кто уже заболел, и что нужно делать, чтобы не допустить новых случаев, сюжете далее. Внизу золотоносный рудник. Там, посреди тайги, в Северо-Енисейском районе, бушует эпидемия COVID-19. Туда летит губернатор. По прилету разворачивают оперативный штаб. Участвуют военные, власти и представители золотодобывающей компании. Главная цель – обсудить, как за неделю купировать вспышку болезни. Первичное тестирование показало, что коронавирусом заразилось 866 человек. Диагноз Роспотребнадзор подтвердил у 805 сотрудников. Диагностика – это то, что, безусловно, влияет на финальные цифры, которые выглядят достаточно весомыми по количеству заболевших. Но, повторяю, такого рода результат следовало ожидать, с учетом того, что мы, фактически единственное первое предприятие на территории Красноярского края, запустили тотальное тестирование всего численного состава. И это позволило нам разделить больных и здоровых. Сейчас на месте клуба, спортзала и общежития в Олимпиадинском ГОКе власти развернули временный инфекционный госпиталь. Там работают медики из ФМБА, железнодорожной больницы и других краевых медицинских учреждений. На территории комбината готовят площадки для палаточного городка на 180 мест. Пиломатериал завезли, уже монтируют стеллажи, тротуары и санузлы, проводят электричество. 118 человек со средней и тяжелой степенью заболевания направили в больницы края. Ситуация, по мнению главы региона, сложная, но находится под контролем. Количества персонала более чем достаточно, на мой взгляд. Здесь есть необходимый запас медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, по меньшей мере, на ближайшую неделю. Налажена четкая схема маршрутизации наиболее тяжелых в другие медицинские учреждения, находящиеся у нас в Каннске, Лесосибирске, непосредственно здесь, в Северо-Анисейске. И наиболее сложные пациенты будут транспортироваться в первую краевую больницу и ФМБА. Мест на всех заболевших может не хватить, поэтому по просьбе губернатора помогает Министерство обороны, перебрасывает военных и технику. Они разворачивают полевой лагерь на тысячу мест. При необходимости число коек могут увеличить до двух тысяч. Сегодня отряд Минобороны уже занялся дезинфекцией, лечением и профилактикой. Всего в Северо-Анисейский район перебросили 200 военных, из них 77 врачей, а также 100 единиц техники. Со мной прибыл медицинский госпиталь. Это пневмокаркасные палатки с полностью оборудованными местами, в том числе с реанимационным отделением на четыре койко-места и восстановительные лечебные оборудования, лаборатории. То есть все полностью подвижно. Единственное, что он находится в пневмокаркасных палатках. Оборудование все полностью госпитальное. Сейчас важно закончить полное разделение зараженных, контактных и здоровых, а также качественно обеспечивать карантин, считает глава региона. Также он отметил, что заболевших нужно лечить на месте, если случаи не тяжелые. Тем более, что теперь для этого все условия есть. Денис Козлов, Павел Иваницкий, 7 канал. Денис Козлов, Павел Иваницкий, 7 канал.